Археологи зашли на территорию бывшей военной части в конце мая. Цели что-то найти не было. Землю начали изучать сотрудники музея-заповедника Херсонес-Таврический перед масштабным строительством. На этой территории будет возведен комплекс зданий под нужды Херсонеса. Раскопки этого года показали, что Херсонес-Таврический остро нуждается именно в таких площадях по обработке материала, по его временному хранению, по экспонированию этих предметов как постоянно, так и для тематических выставок. И очень острой проблемой является фонда хранения. Сейчас в музее находится более 250 тысяч исторических предметов. При этом на выставке представлено только шесть. Еще 34 объекта нашли при нынешнем Раскопе. Самый интересный из них – печь для получения извести. Это не была печь, сложенная из кирпича или только из камня. А это большая яма, обмазанная изнутри глиной. И камни, которые мы видим вокруг, они укрепляли и сдерживали с собой купольный свод. Археологи уверены – печь датируется IV или VI веком. В дальнейшем этот объект планируют отреставрировать и перенести к основной экспозиции. Еще более древней находкой стал так называемый крематорий. Им пользовались богатые херсонеситы во II веке. На нашем участке работы удалось обнаружить кремационный тачок, который представляет из себя яму с прокаленными стенками. Долгое время их не удавалось обнаруживать. В ямах обнаруживаются стеклянные бальзамари, краснолаковые сосуды, а также ювелирные изделия. Мы сейчас находимся в месте, которое на сленге археологов называется керамичка. Именно сюда приносятся все найденные объекты, которые в дальнейшем тщательно моются и описываются. Вот этот глиняный кувшин, точнее его фрагменты были найдены в той самой погребальной яме. В дальнейшем их отмоют и тщательно склеят. Сотрудники херсонеса уверены, самые интересные находки еще впереди. Ведь их ждет два года археологических работ, в том числе и на территории бывшего некрополя. Дарья Серополова, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.